Вы ведь, Оль, трое ведь у вас, да? Наверняка приходилось скорую помощь вызывать малышам. Вы знаете, слава богу, не так часто. У меня была ситуация, в которой мне помог опыт моей подруги, когда у меня у ребёнка был ложный круп, а он... А ложный круп это что? Ложный круп это, я так понимаю, ларингит, а он у маленьких, потому что у них ещё узенькая там гортань, у маленьких, вот где-то до пяти, до шести лет, он иногда вдруг возникает ночью, в виде лающего такого кашля. Всё верно, как по учебнику, да? Ну вот, вы понимаете, я запомнила, что нужно включить горячую воду в ванной, вот прям так, чтобы распарить всю ванну и с ребёнком сидеть. Я, Оля, я хочу уточнить, вы скорую не вызывали, вы просто пошли сразу... Я вызвала, я, конечно, вызвала скорую, потому что я была перепугана, но я вспомнила вот эту ситуацию, я включила, значит, горячую воду в ванной, я с ним села в обнимку в этой ванной, и к приезду скорой получилось так, что ему стало легче, у него сам этот приступ кашля прошёл. Приехала скорая, у меня спит счастливый ребёнок, не кашляет ничего, и они мне не поверили, что... Они так, ну, мамочка, всё понятно, там, ребёнок покашлял, и вы, значит, испугались. И он проснулся, расплакался, и опять стал кашлять, и они услышали и... Поверили. Поверили, и сделали уже дальше, вот там, я уже не помню, укол или ингаляцию, которая вот, ну, как бы с препаратом... Александр, а что там дальше будет? Дальше ингаляция небулайзером обычно. Чем-чем? Небулайзер, это такой аппарат, заливается лекарственный препарат, и пациент дышит в течение 20 минут. Не помогает, ещё добавляем укол. А что есть в скорей скорой помощи, вот в современной, из оборудования? Вот вы едете, что у вас под рукой? Ну, во-первых, у нас есть медицинская укладка, где есть абсолютно все препараты для спасения жизни. Реально все, да? Также есть дефибриллятор, реанимационная укладка, аппараты ИВЛ, это которые помогают дышать пациенту, чтобы нам не смешком, да, вот это сидеть, надувать рукой, а мы подключаем, и этот аппарат дышит за пациента. Травмсумка для того, чтобы оказать помощь травмированным пациентам. На моей бригаде-то ещё есть УЗИ-аппарат, мой любимый УЗИ-аппарат. И я думаю, единичные какие-то скорые службы в мире вообще имеют УЗИ. Юля, а вы вот как, с одной стороны, человек, у которого была практика, вы же работали фельдшером на выезде, с другой стороны, как вот своего рода координатор сейчас. Вы можете что-нибудь зрителям посоветовать в плане, когда точно надо вызывать скорую помощь или когда лучше повременить? Ну, я так не могу сказать, потому что я всё-таки медик, я знаю какие-то ситуации, симптомы, где нужно паниковать, а где нет. А человеку без образования это сделать очень сложно. Даже банальные боли в животе могут быть как и просто какой-то дисбактериоз, не знаю, там, нисварение, а может быть и серьёзный аппендицит, который требует экстренной операции. Но лучше вот как бы, условно говоря, перебдеть? Лучше, да. То есть вызвать скорую? Ну, смотрите, у нас на станции есть большой пульт консультации. Да, то есть если диспетчер понимает, что пациент не экстренный и сам сомневается, он переключает на консультативный пульт к врачу. Дальше уже врач общается с данным пациентом и решает, нужно послать бригаду скорой помощи или не нужно. То есть если вы чувствуете, как Юлия правильно сказала, обыватель не может понимать, что у него болит сердце или просто мышцы защемило какие-то, да? Это кто-то терпит, к сожалению, и уже мы приезжаем поздно. А кто-то вызывает каждые пять минут, и там ничего нет. Вот в ситуации, когда вызывают каждые пять минут, когда вы приезжаете и понимаете, что это так называемый ложный вызов? Ложных вызовов нет. Прямо сразу скажу. Да, любой вызов – это вызов. То есть неважно, что там есть. Отрадно, да. У нас был пациент напротив подстанции, мы не будем говорить, кто. Который очень часто вызывал скорую. И поначалу он прям кидался на бригаду скорой помощи. Да, ну, прямо в прямом смысле слова. С каким текстом или с чем? Нет, чаще всего у него в руках еще был какой-то предмет. Буретка, труба. И как только был первый случай и второй, пациент был сразу обозначен как агрессивен, и мы всегда к нему стали приезжать сразу с полицией. Вот момент. Там поступает вызов, и к нему полиция едет. А бывают пациенты, с которыми вы приехали на вызов и вышли, и у вас улыбка. У вас, я же уже смотрел, у вас улыбка с лица не сходит вообще. Да, таких много. Ну, какое-то вот, как называется, чувством глубокого удовлетворения вы выходите. Есть пациенты, с которыми просто хочется пообщаться. А, кстати, вот к вам, когда скорая приезжает, там, тема автографов есть или не до этого? Нет, меня, как правило, особенно медики, они, видимо, не смотрят, они даже меня не узнают. А вот о чем говорит Александр, у меня подруга близкая, которая очень любит вызывать скорую помощь. И вот начиная от того, что у нее была такая сложная ситуация, что у нее был практически болевой шок, она не могла, вот ее сдвигают, у нее от боли она теряла сознание. И приехал вот человек, который смог по скорой помощи, который поставил ей блокаду, заканчивая тем, что у нее сын прям тоже вот так разговорился с врачом скорой помощи, рассказал всю свою жизнь, она прям говорит, я поняла, что ему не хватает вот общения, с кем вот поговорить. Поэтому, конечно, вот этот психологически участливый человеческий момент у врачей скорой помощи, он, мне кажется, прям просто вот один из первых, вот сразу видно, да, это человек вот по делу, по месту, вот скорая помощь, это самые главные психологи, мне кажется, в первую очередь. Александр получил звание лучшего фельдшера вселенной. Ну, Москвы, но Москва это по масштабу вселенная. Вы что-нибудь вот можете, допустим, вот показать зрителям? Вот вы идете с работы, видите, Анна лежит. Первое, что всегда определяется, когда мы видим человека без сознания, нужно установить с ним контакт визуальный. Вы меня слышите? Пациент не отвечает. Так как мы находимся одни, мы должны позвать к себе на помощь. Помогите человеку плохо, это нужно крикнуть громко, да, кто-то из людей услышит. Определяем дыхание, есть ли дыхание или нет. Руку на грудную клетку и считаем до 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Дыхание не определяется. Нету сознания, нету дыхания. Значит, у человека клиническая смерть. В этот момент нам нужно будет начать реанимационные мероприятия. Не стесняйтесь, надо расстегнуть пациента, потому что вы не сможете оказать помощь. Руки всегда кладутся ребром ладони на ключице, ребро ладони на нижний край ребер. Смыкаются пальцы. Там, где пальцы замкнулись, это точка, куда мы будем нажимать. Бывают ситуации, когда у реаниматолога руки маленькие, а пациент большой. То есть пальцы где-то вот здесь замкнулись. Значит, мы перекладываем ребра ладони и опять смыкаем пальцы. Точка всегда будет одна и та же. Руки кладутся в замок. Нагибаемся над пациентом. Локти сводим кнутри. Спина прогнута, чтобы мы работали полным корпусом. Четкими движениями и четким подсчетом мы всегда считаем до десяти. Громко и ясно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, тридцать. После тридцати нажатий нам нужно произвести вдох. Никогда не вдыхайте пациента рот в рот. Это небезопасно. Можно использовать маски. Есть лицевая маска, есть салфетка с обратным клапаном, которая не даст пациенту вам выдохнуть обратно. Но также можно взять просто небольшую салфетку, наверняка в кармане у вас есть. Положить пациенту, плотно прижать. Два вдоха. И продолжаем эту манипуляцию дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Почему подсчет должен быть десятками и всегда громкий и четкий? Потому что кто-то из проходящих мимо людей уже вызвал скорую. Они уже видят то, что оказывается помощь. То есть бригада, которая к вам подъедет, она слышит то, что вы досчитали там до двадцати. И фельдшер или врач подходит и меняет ваши руки и непрерывно считает дальше. Десять, двадцать, тридцать. То есть чтобы так было все непрерывно и понятно. Вот, Юль, здесь прозвучал такой момент. Александр рассказывал, кто-то вызвал скорую помощь. Вот на самом деле случайный прохожий, который увидел, я не знаю, в парке, в том же торговом центре, он сперва должен вызвать скорую помощь или он сперва должен метануться к лежащему человеку и попытаться ему помочь? Скорую помощь. Если торговый центр, там чуть попроще то, что можно попросить охрану, да, принести дефибиллятор. Во всех торговых центрах это есть. Охрана встретит бригаду, проводит. Вот здесь немножко будет меняться алгоритм, но всегда нужно начинать с компрессии грудной клетки. Компрессии начали, все, вы человека спасли. Вот на 70% нажатия на грудную клетку, да. Но это если именно нет дыхания, да? Если нет дыхания. Если ты понимаешь, что человек без сознания и без дыхания. Все верно. А сколько вот это можно продолжать делать? Пока не приедет бригада. Спасибо. После рекламы к нам присоединится земский доктор Ольга Будина. Продолжение следует...